Цыгломенская библиотека номер 16 представляет Необычайные летние приключения Ах, какое это особенное время года, лето! Особенно проведённое на даче или в лагере, полное новых друзей и необычайных приключений. Недаром каникул ждут целый год. Праздник свободы длится целых три летних месяца. А за это время можно переделать кучу важных дел. Например, научиться плавать, найти старинный клад, разгадать загадку острова, а вечерами читать подходящие летние весёлые истории. Знакомы ли вы загадочный чёрвин, имя которой переводится как «колбаска», и она является негласной маленькой хозяйкой острова? Если ещё нет, то тогда самое время взять в руки книгу Астрид Лингрен на острове Сальткрока. Сальткрока – крохотный островок, затерявшийся в Балтийском море. Именно туда отправляется чудаковатый писатель, чтобы провести каникулы вместе со своими детьми, далеки от городской суеты. И маленький остров превращается для них в огромный мир, который так здорово исследовать. Прогулки с добрым Сен-Бернаром Боцманом и тёплое море, уютные посиделки у костра и ловля рыбы – всё это увлечёт ребят в круговорот солнечных приключений. «Бронзовая птица» – вторая книга приключенческой трилогии Анатолия Рыбакова «Кортик, бронзовая птица, выстрел». Друзья-подростки Миша, Генка и Славка отправились в пионерский лагерь под Москвой, расположенный неподалёку от старинной графской усадьбы. Ходили слухи, что когда-то там был спрятан клад. Чтобы его найти, надо разгадать тайну бронзовой птицы, скульптура которой сохранилась в усадьбе. Так начинаются новые увлекательные приключения закадычных друзей. Знаете ли вы, кто такие изыскатели? Это люди, которым не сидится на месте. Они всё время что-то изобретают, придумывают и ищут новое, неизвестное, таинственное. На земле, под землёй, на воде, под водой, в воздухе и даже в космосе. Только в этой книге Сергея Голицына этих изыскателей аж целых сорок. Тридцать ребят и десять вполне взрослых, даже пожилых, солидных людей. Неудержимая жажда открытий заставляет их раз за разом отправляться в путь. Пешком, на пароходе, на поезде, попадать в забавные ситуации, терпеть дорожные неудобства, залезать под землю и взбираться на высокие башни. Шаг за шагом приближаются изыскатели к разгадке тайны старинного портрета прекрасной девушки с печальными глазами. Летние каникулы, оказывается, бывают не только на земле, но и на других планетах. Верные друзья Алька, Карен и Олег отправляются в гости к своим родителям на другую планету. Но однажды происходит необъяснимое. Первоклассный пассажирский лайнер исчезает в бесконечности из-за тайного обитателя трюмов, точнее, из-за обыкновенного грызуна. Смогут ли ребята выяснить, что произошло? Вернут ли на борт космического корабля шар пути, без которого невозможно продолжить путешествие? Удивительное приключение верных друзей на просторах дальнего космоса в книге знаменитого писателя-фантаста Евгении Вилтистого «Миллион и один день каникул». Каникулы Кроша Анатолий Рыбаков Крош, старшеклассник Сергей Крашенинников, любознательный и честный молодой человек, увлекающийся расследованием загадочных происшествий, чуть было не оказался втянутым в аферы Владимира Николаевича Лесникова, Виэна, коллекционера-мошенника, скупающего за копейки антиквариат у стариков. Примолинейный, остро реагирующий на ложь и несправедливость, Крош не только сумел порвать с Виэном, но и раскрыл тайну похищенной коллекции старинных нацкэ и восстановил доброе имя человека, которого Виэн когда-то оклеветал и погубил. Асина лето. Повесть Тамары Михеевой, которая за несколько переизданий превратилась в настоящую детскую классику. Просковья Шустова, она же Ася, впервые оказывается в летнем лагере. Все ей в новинку. Кто тут негласный лидер и почему? Как общаться с толпой незнакомых детей? Какие тайны хранят старые чердаки? Летний лагерь Светлячок, где когда-то отдыхала еще Асина бабушка, не скучает никогда. Здесь ссорятся и мирятся, влюбляются и расстаются, ходят на дискотеки и рассказывают страшилки. Постепенно и сама героиня попадает под обаяние места, не без помощи магических лесных существ. Их помощь понадобится ей еще раз. Коля, с которым Ася так подружилась, срочно понадобятся редчайшие лекарства. Повесть Тимура и его команда одна из самых популярных у Аркадия Гайдара. Она рассказывает о пионерском движении под предводительством Тимура Гараева. Ребята тайно и бескорыстно совершают добрые дела, помогают старикам и семьям тех, кто ушел на фронт. Произведение до сих пор учит детей доброте и взаимовыручке, а образ Тимура стал примером храбрости и самоотверженности. Джеральд Даррелл – известный английский писатель, натуралист и путешественник. Герои его знаменитой сказочной повести «Говорящий сверток» Питер, Пенелопа и Саймон попадают в удивительную страну – Мифландию и помогают ее жителям одолеть злых и коварных василисков. Малыш Николя – это озорной французский мальчишка. Он учится в школе, у него есть мама и папа, а еще куча друзей, с которыми он играет, ссорится, иногда дерется, а потом мирится, проказничает. В общем, здорово проводит время. Веселые приключения нашего маленького знакомого Николя продолжаются. Начались школьные каникулы, и Николя отправляется в лагерь. Там его ждут новые друзья, с которыми он будет ходить на рыбалку, купаться, участвовать в ночной игре, путешествовать по интересным местам, да просто беззаботно проводить летнее время. Мария Пар. Вафельное сердце. Год из жизни двух жителей бухты Щепки, Матильды, где всего-то три дома. Девятилетний Ватрилля, который рассказывает нам эту историю, и его соседки, и одноклассницы Лены, вмещает немыслимо много событий и приключений, забавных, трогательных, опасных. Идиллическое житье-бытье на нервежском хуторе нарушается, но не разрушается, драматическими событиями, но дружба, конечно же, оказывается сильнее. Навозный жук летает в сумерках. Мария Гриппе. Юна с Анникой Давид – обычные дети из шведской деревни Рингарют. Летом они решили подработать и вызвались поливать цветы в Селандерском поместье, про которое все говорили, что на него наложено старинное проклятие. Однажды, проследив за полетом навозного жука, дети находят в доме таинственную шкатулку со старыми письмами и узнают трагическую историю любви девушки Эмилии и Андреаса, ученика Карла Линнея, который более двухсот лет назад привез из экспедиции древнеегипетскую статую. Дети пытаются разыскать статую и вскоре понимают, что ее ищут не только они. Похоже, Юна Суаннике и Давиду предстоит заглянуть в прошлое и раскрыть настоящее преступление. Навозный жук летает в сумерках, один из самых известных шведских романов для детей. Начинался он с радиопостановки, которая имела такой успех в скандинавских странах, что вскоре Мария Гриппе переработала ее для книги. Каждый найдет в этой истории что-то свое. Кому-то интересна ботаника, кому-то история и философия, а кому-то человеческие отношения. Видеопрезентацию для вас подготовила библиотекарь Цегламенской библиотеки номер 16 Трапезникова Валентина Витальевна. Все фотографии взяты из личного архива. Эти и не менее другие интересные книги вы можете взять у нас в Цегламенской библиотеке номер 16. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова